Благодаря уважаемые коллеги, Президиум, разрешите представить свои собственные клинические случаи с метастатическим раком молочной железы. Ольга Владимировна, пока презентация открывается, может быть, у вас еще возникли вопросы? Вопрос, а комментарий по первому. Значит, это не иллюминальный Б, а иллюминальный А тип. И наше мнение точно такое же. Это отказ от адювантной химиотерапии. В пользу гормонотерапии тамоксифен – достаточный вариант лечения. Спасибо. Спасибо, Ольга Владимировна, за ваше мнение. И мы продолжаем работу. Чернякова Елена Михайловна, республиканский онкологический диспансер в городе Петрозавод. В составлении клинического случая больной метастатическим раком молочной железы. Пожалуйста, Елена Михайловна. В октябре 2015 года к нам в онкологический диспансер обратилась пациентка. На тот период ей был 61 год. Состояние практически висцерального криза, так как это были жалобы на слабость, отдышку, приступы удушья, плохой ночной сон. И в ходе диагностики был диагностирован рак левой молочной железы стадии 4 Т2Н3М1 с метастатическим поражением внутригрудных лимфатических узлов, поражением плевры и с левосторонним гидротораксом. Пациентке была выполнена трепанбиопсия молочной железы. Мы получили инвазивно-неспецифический протоковый рак молочной железы, умеренно дифференцированный. Было выполнено иммуногистохимическое исследование. Получился люминальный ТИМБЭС, гиперэкспрессии эстрогена 8 баллов, провестерон 3 балла, ХЕР 1 балл и КИШ 67 – 21%. Учитывая наличие именно висцерального приза пациентке, было рекомендовано именно полихимиотерапия, и на тот момент было решено провести комбинацию доцитоксела с антрациклинами. Лечение было начато 3 ноября 2015 года, суммарно было проведено 4 цикла, и по результату компьютерной томографии от 27 января 2016 года была бы значительная положительная динамика в виде уменьшения в размере внутригрудных лимфоузлов и купирования гидротеракса. Далее, учитывая такую динамику положительную, пациентка была переведена на монохимиотерапию паклитокселом как более щадящий вид лечения, и было проведено именно 15 еженедельных введений. Из осложнений мы на тот момент столкнулись с токсической полинейропатией второй степени. При контрольном исследовании 27 июня у пациентки был уже частичный регресс, то есть это были единичные мелкие узелки вдоль лесков плевры до 7 мм, и уменьшились внутригрудные лимфоузлы в динамике с 27 мм до 11. Учитывая биологический потип опухоли, далее пациентка была переведена на гормонотерапию, и на данном слайде представлена динамика данных по данным СКТ в сравнении с июнем, с январем и с июнем 2016 года, то есть уменьшение плевральных наложений и уменьшение в размере внутригрудных лимфатических узлов. В качестве первой линии гормонотерапии метастатического рака молочной железы пациентке были предложены нестероидные ингибиторы ароматазы, пациентка принимала литрозол 2,5 мг с июля 2016 года по апрель 2017 года. И по результату компьютерной томографии от сентября 2016 года у пациентки полностью нормализовались внутригрудные акселярные лимфоузлы и полностью исчезли метастатические узлы вдоль лесков плевры. Таким образом, пациентке мы диагностировали практически полный регресс. Длительность эффекта составила 7 месяцев. На данном слайде также представлены картинки результатов СКТ, то есть у нас исчезли плевральные наложения и полностью нормализовались внутригрудные лимфатические узлы. Но в апреле 2017 года появились жалобы на приступы сухого кашля, такого надсадного, и по результату компьютерной томографии обратили на появление нового очага в С3 слева, который до этого не был, 15 на 13 на 10 мм. Наши радиологи на тот момент однозначно сказать, что это метастаз не могли, и поэтому пациентке было выполнено ПЭТ-КТ, и мы подтвердили, что это метастатический очаг, так как он обладал метаболической активностью, и кроме того, были выявлены внутригрудные лимфатические узлы, которые также обладали активностью. В качестве второй линии гормонотерапии пациентке была предложена монотерапия фуллвиздранта. Лечение было проведено на протяжении 2,5 месяцев, но по данным компьютерной томографии от 2 июня 2017 года у нас был продолженный рост контрольного очага в третьем сегменте слева, и при этом появился новый очаг, в восьмом сегменте справа, правда, размером всего 7 мм. Таким образом, на вторую линию гормонотерапии мы не получили ответа, в связи с чем было решено о переводе на третью линию гормонотерапии. На тот момент нам представлялась возможность назначить комбинацию экзамистана экзамистана с ингибитором МТОР эверолимусом. По результату компьютерной томографии от 30 августа зарегистрирована была положительная динамика в виде уменьшения контрольного очага в третьем сегменте слева и уменьшения очага в восьмом сегменте справа. Но мы столкнулись с токсическим пульмонитом и токсическим гепатитом, в связи с чем нам пришлось воздержаться от продолжения терапии ингибитором МТОР эверолимусом и оставить пациентку на монотерапии экзамистаном. Лечение было продолжено с сентября 2017 года по конец октября 2017 года именно в монотерапии экзамистан. Далее также появились жалобы на сухой кашель, одышку при физической нагрузке. По результатам компьютерной томографии у нас динамика отрицательная, рост контрольных очагов значительный. И таким образом, учитывая и клиническое ухудшение, и рост основных очагов, подтверждена прогрессия заболевания. Таким образом, пациентка гормон позитивна с метастатическим раком молочной железы предлеченная токсанами, антрациклинами и прогрессия после трех последовательных линий гормонотерапии. В качестве второй линии химиотерапии была предложена монотерапия эрибулина в стандартном режиме 1,4 мг на м2 в первый и восьмой день. Уже после двух циклов химиотерапии клиническое улучшение в виде купирования кашля, одышки и по результату компьютерной томографии от декабря стабилизация заболевания даже с положительной тенденцией. Суммарно было проведено 6 циклов. Мы столкнулись с осложнениями такими, как токсическая полинейропатия второй степени и токсический гипотез, в связи с чем с четвертого цикла была выполнена редукция дозы эрибулина до 1,1 мг. По СКТ 3 апреля уже 2018 года динамика у нас прежняя, то есть стабилизация, новых контрольных очагов нет и нет увеличенных лимфатических узлов. Но обращала внимание на то, что были выражены диффузные изменения в печени и снижение плотности паренхемы. Таким образом, ответ лечения был стабилизация. Учитывая достигнутый эффект, а также возникшие осложнения у пациентки, было решено все-таки завершить лечение химиотерапией эрибулина. Это было в том числе и желание пациентки. И была возобновлена терапия литрозолом с марта 2018 года. Далее появились такие мысли как раз о возможности лучевой терапии на предмет метастатических очагов печени. В легких, извините, прощениях. В связи с чем была выполнена ПЭТ-КТ для подтверждения именно стабилизации. Но тут мы столкнулись именно с картиной прогрессирования уже по результатам ПЭТ-КТ, а именно в виде роста очага в паренхеме легких С3 слева с увеличением СУФ и ростом очага в восьмом сегменте, также с увеличением СУФ и появлением новых метаболически активных внутригрудных лимфоузлов. То есть таким образом динамика все-таки была уже значительная и отрицательная. Но опять же мысли о том, что необходимо получить морфологию с метастатических очагов, в связи с чем пациентке 23 мая была выполнена фибробронхоскопия через бронхиальную биопсию легких. Но гистологические мы признаков опухолевого процесса в представленном материале не выявили. 30 мая 2018 года была проведена операция при помощи трансбранхиальной аспирации из лимфатических узлов под контролем ультразвука. Данные процедуры проходили в нейртизиопульмонологии в городе Санкт-Петербург и также при повторной операции мы опухолевый процесс не обнаружили. То есть у нас появилась снова дилемма, что же дальше делать. Но была выбрана тактика это продолжение химиотерапии и предложена монохимиотерапия к апицитабинам. Суммарно было проведено 8 циклов из-за осложнения Таладона подошвенный синдром второй степени был купирован симптоматической терапией при помощи крема Элима. Наилучший ответ был стабилизация, который был подтвержден 30 июля 2018 года и 17 октября, но уже с тенденцией такой отрицательной, но в пределах стабилизации. Прогрессирование произошло по результатам ПЭТ-КТ от 6 декабря, когда появились новые метаболически активные чинги в третьем сегменте слева, именно в виде роста, роста контрольного чинга в восьмом сегменте. Кроме того, появились новые чинги в пятом сегменте и во втором сегменте справа. Кроме того, появление в новых активных внутригрудных и акселярных лимфатических узлов. При этом это все сопровождалось на фоне полного клинического стабилизации, то есть никаких жалоб у пациентки не было. Учитывая активный акселярный очаг слева, 12 декабря была предпринята попытка эксизионной биопсии не по узлам в левой акселярной области под контролем УЗИ, но по результату гистологии данных за онкопроцесс получено не было. И уже в качестве четвертой линии гормонотерапии пациентке была предложена комбинация палбоциклиба с анастрозолом. Терапия была начата 28 декабря. Первый цикл у нас уже был проведен без каких-либо побочных явлений со стороны как крови, так и общего состояния. В настоящее время лечение будет продолжено до контрольного обследования и клинической картины. Таким образом, за период с ноября 2015 года наша пациентка с раком правой молочной железы стадии 4 лиминальной ТИМБ получила 4 цикла доцитоксела с антрациклинами, поддерживающих терапию паклитокселом. В качестве первой линии была проведена терапия литрозолом. После прогрессирования второй линии это фулвистран. На фоне прогрессии третья линия была эвиролимус в сочетании с экземистаном. Две последовательные линии с химиотерапией рибулин и капицитабин. И в настоящее время пациентка получает четвертую линию гормонотерапии палбоциклиба в сочетании с анастрозолом. Таким образом, за счет возможностей современной лекарственной терапии пациентка продолжает лечение на протяжении более чем 3,5 года. Спасибо за внимание. Спасибо, Елена Михайловна. Пожалуйста, Владимир Федорович. Ну, конечно, случай такой сложный для выбора лечения. С одной стороны, формально гормонозависимая опухоль, там, допустим, риминальный БМ. С другой стороны, почти на всех линиях лечение больше трех лет все-таки удается четвертой стадии, в общем так, поддерживать. И, кстати, последние несколько БМС не подтверждают наличие рака, что, как бы, ориентировались больше на признаки диагностические, там, скажем, то, что при КТ, а при клинические. И, по-видимому, там все-таки был, как бы, или стабилизация, или рецидив заболевания, но потому что после лечения, допустим, гормонодопилитрозолом, после терапии, гемотерапии рибулином, все-таки эти признаки уходили, и самочувствие больное улучшалось. То есть эффект лечения был. Ну, мне что, кажется, что все-таки после, если назначен ингибитор ароматазы, витрозол, допустим, нестероидно, то, как правило, все-таки 23%, 20% эффект есть от стероидных. Немножко раньше, допустим, аромазинных заместан. Ну, в принципе, как бы, победителей не судят. Все-таки потом назначение более позднее, все равно какой-то эффект дало. Сочетание с ингибитор ароматазы с МТОР Эверолимусом, в общем-то, оказалось не очень эффективным и токсичным из-за Эверолимус. Эверолимус вообще такой препарат непростой. И, конечно, сочетание, допустим, циклинозависимых, ингибитор циклинозависимых и нас, вот то, что палбоциклип и ингибиторы ароматазы или фулвестрант это более мощное. Фулвестрант один, он тоже так, по-разному работает. И, может быть, чуть раньше, ну, кто знал, тут все зависит, какие есть препараты, Эребулин, если был эффект, ответ на токсаны, то, как бы, следующая линия, логично использовать Эребулин, он, кстати, оказал эффект хороший, на Эребулине у него ушла интоксикация и все прочее. Ну, это легко говорить, когда все известно. А когда перед тобой пациент, ослабленный пациент, конечно, выбор, и когда нет некоторых препаратов, выбор сложнее. Но, во всяком случае, удалось справиться и в значительной степени, даже если это и стабилизация, это тоже клинический поездный эффект. И, в общем, вот последнее назначение, оно логично, и будем надеяться, что оно приведет к неплохим результатам, больная поживет. Спасибо. Спасибо. Нет особо в комментариях. Единственное, у меня возникают вопросы, больше к себе. Три попытки верификации диагноза на фоне проводимого лечения и отсутствия опухолевых клеток как-то настораживает. Я не могу сказать, что такого не может быть. Наверное, может быть. Тем более, уважаемые заведения принимали участие. Но три попытки и отсутствие опухолевого роста что-то не так. Петр Владимирович, нас как раз это тоже очень смущало. И стоило ли в этой ситуации именно обращать внимание на результаты ПЭТ-КТ? У нас всегда эти вопросы вызывали такие большие сомнения. Поэтому в данной ситуации пациентка всегда консультировалась уже в других федеральных центрах и рекомендации она получала в том числе и от них. Поэтому это всегда вызывало вопрос именно, как данную ситуацию трактовать. ПЭТ-КТ, наверное, Сергей Николаевич лучше прокомментирует, но не будучи радиологом, можно сказать точно, что ПЭТ-КТ показывает очаг метаболической активности. Очаг метаболической активности может быть связан с любым видом опухолевого процесса фактически и неопухолевого в том числе. Поэтому в данной ситуации ПЭТ, наверное, обоснованное назначение, но три попытки верификации без получения опухолевого роста как-то все равно настораживает. Но это мое мнение. Можно здесь прокомментировать, мы знаем, при лимфопролиферативных заболеваниях в детской практике известно, что морфологически, казалось бы, нет проявления заболевания, а есть клинические признаки. И часто врачи ориентируются на клинику, потому что ухудшение состояния больной, появление признаков, слабость, интоксикация. Может быть, но во всяком случае назначение следующей линии терапии оказалось эффективным, и эти признаки уходили. Что как бы косвенно говорит о том, что было прогрессирование заболевания, как-то оно, но не уловилось вот этими методами. Ну, конечно, идеально иметь морфологические субстраты и видеть эти проявления. Может быть, дам другие даже и свойства, но поскольку вот другого выбора не было, то ориентировка на чистую клинику и получение хороших результатов в каждой линии, это как бы доказывает, что, видимо, заболевание, значит, оно было. Я имею в виду прогрессирование. Оно и сейчас, конечно, есть, потому что четвертая стадия, в принципе, неизлечимое заболевание, но удается спасать годы жизни. Это уже хорошо. Пожалуйста. Разрешите тоже небольшой комментарий сделать. Спасибо большое за представленный клинический случай. Очень, мне кажется, адекватной и правильной была тактика лечения этой пациентки. В ситуации висцерального кризиса начали с полихимиотерапии, антрациклины и токсаны в комбинации, потому что в этой ситуации риски гормонотерапии, она могла не ответить на это лечение, никаких вариантов бы уже не было для этой пациентки. Начали с агрессивного химиотерапевтического лечения, быстро ушли от токсичной схемы полихимиотерапии на монорежим, который хорошо переносится, легко переносится, добились хорошей стабилизации этого процесса, после чего перешли на гормонотерапию и уже в достаточно безопасных условиях продолжали несколько линий гормонотерапии в сочетании с таргетными препаратами, тор-ингибиторы, в дальнейшем CDK4-6 ингибиторы. Мне кажется, разумное чередование режимов химиотерапии и гормонотерапии в тех ситуациях, которые были описаны. Желаю вам удачи с дальнейшим лечением этого пациента. Спасибо большое. Анна Сергеевна, а вот ваше мнение, учитывая негативные результаты в отношении биопсии очагов в легких и лимфатических узлах? На мой взгляд, здесь может быть два фактора, которые повлияли на результаты. Это, безусловно, вопрос забора материала. Мы никуда от этого не уйдем, мы смотрим лишь то, что нам приносит. Ну и есть второй аспект, конечно, за который отвечает морфолог. В ряде случаев минимальные проявления заболевания могут быть недооценены на малом материале. Бесспорно. Была ли эксцизионная биопсия лимфатического узла реально эксцизионной? Потому что зачастую мы, к сожалению, сталкиваемся, когда эксцизия называют инцизионной биопсией лимфатических узлов. Это, конечно, совсем другой объем материала и качество заключения другое. Если же это была инцизионная биопсия, то все равно можно было бы попытаться искать материал в более глубоких срезах в блоке, если бы стояла такая задача из клиники, если были данные лучевых методов диагностики о том, что высокая вероятность поражения этого лимфатического узла. Можно попытаться использовать этот шанс, потому что у блока есть определенная толщина, и не всегда мы в первом срезе видим тот процесс, который может локализоваться глубже, если он минимален. Елена Михайловна, а сейчас в легочной стыкане сколько у нас получается очагов? У нас было два контрольных, это S3-S8 слева и справа, и сейчас появились новые очаги уже в правом легком, а в втором и в пятом сегменте. То есть они множественные, насколько я поняла? Да, теперь они уже множественные, но это по результату ПЭТ-КТ, потому что по КТ, которое было у нас 17 октября, весь процесс локализовался в двух контрольных очагах, но динамика была отрицательна в виде некоторого роста, но в пределах стабилизации. На тот момент новых очагов не было, и буквально полтора месяца контроля, и у нас появляются новые очаги, которые подтверждаются по результату ПЭТ-КТ. А вот на предмет как раз-таки Сергей Николаевич нам еще прокомментирует все-таки применение позитронной эмиссионной томографии, совмещенной с компьютерной томографией, этот метод, который является обязательным для стадирования и рестадирования лимфопролиферативных заболеваний, в частности лимфомы Ходжкина, не Ходжинская лимфома, это крайне важный метод. И здесь как раз-таки метод основан на детекцию лимфатических узлов, и очень часто мы получаем как ложно-позитивные, так и ложно-негативные результаты. Это то, что касается когда живая молекула глюкозы инкорпорирована, живую молекула глюкозы инкорпорирована изотоп, и мы действительно получаем большую вероятность ложно-позитивных результатов. И в ряде случаев вот в данной пациентке мы ориентировались на накопление СУФ, то есть, соответственно, меченой глюкозы, и именно по изменению соответственно СУФ мы меняли в ряде случаев тактику. Применение стандартной компьютерной томографии, может быть, это своего рода является более предпочтительным, так как для позитронно-эмиссионной томографии при метастатическом, хроническом, неизлечимом процессе мы опережали события, то есть, мы предвещали, то есть, вполне возможно, что это было ложно-позитивное прогрессирование. Сергей Николаевич, а вот ваше мнение по этому поводу? Извини, Петя. Я могу сказать, что позитронно-эмиссионная томография у больных рака молочной железы используется достаточно широко в мире для решения разных задач, при этом она не является стандартным методом диагностики у этих больных. Это вот важный очень момент, потому что у позитронно-эмиссионной томографии, если говорить о первичных больных, например, при диагностике поражения лимфоузлов очень невысокая чувствительность и достаточно скромная специфичность. Если я правильно помню, у вас основные изменения были в легких, и здесь, конечно, нужно помнить, что здесь возможность сложноположительных заключений увеличивается серьезно, и накопление может быть как в воспалительных очагах, так и в опухолевых очагах. Поэтому мы в своей практике довольно сдержанно относимся к возможности позитронно-эмиссионной томографии у больных раком молочной железы. Считаю, что вопросы локального стадирования, имеется в виду молочная железа и регионарного, это регионарные лимфоузлы, лучше решаются с помощью однофотонных методов с препаратом, отечественное название технетрил, это метаизобутилозаметрил. Поэтому тут так я сказал бы, что его можно использовать, этот метод такой разрешенный, классический, во многих местах он применяется, но у нас к нему отношения очень сдержанные в нашей лаборатории. У нас такое же сдержанное отношение к ПТКТ, но, к сожалению, когда пациентка получает такие заключения, уже тяжело как-то ее успокоить. А вот последнее заключение ПТКТ, это было как гром среди ясного неба, потому что никакой клиники на самом деле не было, то есть на себе чувствовала превосходно, можно так обозначить, никаких жалоб на тот момент у нее не было. Но страх он превышал все остальное, поэтому тут же была консультация организована также в Санкт-Петербурге, поэтому лечение было изменено. Но я думаю, что лечение в любом случае правильное, так как комбинация палбоциклиба с анастрозолом, она обоснована, но я думаю, что эффект в любом случае будет. Но хотя это лечение можно было бы еще на какой-то момент времени отсрочить. Но это мое личное мнение. Спасибо большое. Ольга, Мы вас не услышали окончания, но я догадываюсь, о чем вы попросили. Татьяна Юрьевна, уважаемая Владимир Федорович, Петр Владимирович и все присутствующие. Мне показалось в данной презентации вот одной, скажем так, особенностью, это недостаточная пролонгация второй линии гормонотерапии. Мы все с вами знаем, что гормонотерапия реализуется очень медленно. И полтора месяца для фазлодекса конечно это не срок. А если мы обратимся к критериям Рецест по данным оценки СКТ, значит рост очага плюс суммарный объем плюс один миллиметр, появление нового очага можно отнести к неизмеримым. Это меньше шага томографа, который составляет у нас 10 миллиметров. Поэтому здесь можно было бы набраться терпения и немножко пролонгировать терапию фазлодексом, скомбинировать ее на тот момент с ингибиторами циклинзависимых киназ возможности не было. Это 2017 год, не было регистрации. Ну, пожалуй, это единственный минус. А что касается ПЭТ-КТ, у нас наверное мнение единое, что больше вносит сумятицы и вопросов, чем дает реальные ответы на вопросы. Я предполагаю так, что проведенное эффективное лечение может сопровождаться распадом опухолевых очагов, перифокальным воспалением, которое само по себе может приводить к накоплению той самой глюкозы при проведении ПЭТ-КТ. Но это как версия. Поэтому всегда нужно сопоставлять статус пациентки клинические проявления болезни с теми данными, которые нам пишут в частности по ПЭТ-КТ. Спасибо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...